последние наставления настроены все более чем серьезно и более чем агрессивно потому что кое-что такое предшествовало и событием до боя когда на пресс-конференции промоутер турецкого боксера устроил дураку чуть не подрался с представителями нам он толкался и в общем всячески вы рассказывали хорошими словами да что он будет делать ну что ж друзья первый раунд сразу же из блока начинает работать елдер им пока он только за блоком ничего не работает работает его соперник ну вот попытка достать туловище еще раз скажу что елдер им мощный боксер такого силового плана надеяться на сильный удар ну а его соперник техничный много что умеющий но при этом может и погрязнить погрязнить если соперник начнет такие действия то ответит любым и мало не покажется поджимает сейчас в клинче юбанк в рамках правил того чтобы рефери не вмешивался и конечно надо отметить что елдер им он всегда адепт такого силового бокса всегда старается подавить соперника своей мощью всячески разрушить его защиту и просто таки поломать но юбанк не так просто чтобы можно было бы взять с наскока и конечно многие в том числе и соперники бывшие и экс-спарринг-партнеры юбанка отмечали что с точки зрения именно боксерского мастерства крис юбанк своего нынешнего визави превосходит но он превосходит его и в техническом плане у него богаче арсенал и к тому же он побыстрее чем соперника тоже на дочек и кстати еще есть такой интересный факт что вне елдер им он готовился как раз с аулем альваресом перед боем мексиканца с геннадием головкиным и также потом поехал в сша перенимать наставление у экс-чемпиона мира антонио тарга почки боксер открыл простите рефери открывает счет был апперкот очень четкий в исполнении англичанина и несмотря на то что и удар им не упал на расти в ринге но рефери все-таки засчитал иногда это уже очень хорошая заявка да теперь елдер им оказывается в позиции догоняющий юбанк очень грамотно сейчас действует вообще не дает елдер ему пока проявить себя как только турецкий боксер выбрасывает удары тут же к нему прилипает британец но это его тактика он всегда после своих атак если это не дальняя дистанция то он как правило входит в клинч и всегда успешно первый раунд завершён и 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 На второй раунд нам показали, пока что реклама, друзья показали повтор того фрагмента, когда судья засчитал нокдаун. Действительно, просто кадр был довольно крупным на крупном плане. С другой точки было видно, что Илдерым опустился на колено, поэтому у судей было полное право засчитать этот нокдаун. Даже он был обязан это сделать. И как раз именно в перерыве Ахмед Аняр, который является, кроме того, что менеджером, еще и тренером, обнил Дерыма, как очень настойчиво советовал ему поменять тактику и не паниковать. Но пока у Юбинка все получается, он опережает своего соперника, который зажат, безусловно. К тому же, этот нокдаун не придал ему уверенности дополнительно. И у Юбинка все получается. Посмотрите, он легко двигается, он уходит из стороны в сторону. Вот при малейшей возможности, как только сближается соперник, он тут же клинчует. Сейчас попытался Илдерым выбросить несколько ударов. Вмечение получилось. Все по блоку. Бой действительно, как говорил Юбинк, в телефонной будке, на очень ближней дистанции. Но это для Криса как раз один из излюбленных моментов. А сейчас он разорвал дистанцию, атакует со средней. Сбрасывает соперника плечом. Вот Илдерым решил подтянуться, пойти снова с дальней дистанции, попробовать варианты там. Ну вот наш крат, статистика выброса, нет ударов, нет попаданий. Все в пользу Криса Юбинка. Начинает гоняться за ним Илдерым. Но, конечно же, количество ударов у англичанина, оно просто невообразимо превосходит количество ударов турка. Но хотя вот по количеству именно точных попаданий примерно они равны. Опасно сейчас уходил от этой атаки английский боксер. Ну, пронесло, как говорится. В атаке турецкий спортсмен очень неплохо. Это его излюбленная тактика, такими силовыми боковыми ударами доставать соперника. Илдерым такой шум в зале, чтобы не было слышно гон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третий раунд. Напоминаю, четвертьфинальный поединок всемирной суперсерии. Если во втором раунде в концовке попытался перехватить инициативу Йелдерым, то сейчас Юбанк активно очень пошел вперед, набрасывает удары, сейчас работает джебом, все точно попадает в голову и периодически Йелдерым теряет его даже из вида. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И богаче арсенал у английского боксера, насколько он в движениях легче. Но если не заиграется, если не включат свою излюбленную браваду и раньше времени не поверят в свой успех, а Йелдерым, в принципе, может ударить, мы это уже видели не раз, но так же, как и Юбан, кстати. Но, тем не менее, все должно быть в руках именно британца сейчас. Он должен подтверждать свою реномерку фаворита. И, собственно, это пока и происходит. И никак не может Йелдерым, вот уже середина третьего раунда, никак не может подстроиться под такую манеру именно Криса Юбанка. Конечно же, он ее изучал, конечно же, он просматривал бои. Как мы уже говорили, готовился с именитыми спортсменами к своему бою. Но, тем не менее, пока переломить и перехватить инициативу у него не получается. Ну, изучал-то изучал, но Крис Юбанка довольно бывает разным, с разными соперниками. Очень здорово, после оттяжки под сердце пробивает и тут же серия в голову. Контр-атака, перешедшая в такую мощную атаку. Чуть-чуть увлекся, Юбанк пропустил, тут же давай, есть падение, еще! Нокаут. Да, все, так и завершилось. Да, конечно. Ну, рефери сразу же, да, решил не отчитывать, не открывать счет. Крис Юбанк, да, взирает взглядом победителя на далеко не дружелюбную к нему публику. Посмотрите, ни тени улыбки, такая самоуверенность и уверенность в его взгляде. Продолжение следует...